Вы знаете, где я нахожусь? Я нахожусь на улице Клинкерной, 22. Вы знаете, чем я занимаюсь? Я собираю свои автомобили. Другие и разные. По одной простой причине. Я сейчас себе не могу купить новый автомобиль. Ну, не могу его себе купить. Понимаете? Проблемки возникли, очень жесткие проблемы. Мало того, как бы я не сильно вижу новые машины, которые бы мне хотелось купить по одной простой причине. Потому что все нормальные автомобили закончились в 1998 году. Последний был Mercedes S-класс 140. Потом уже машины стали собираться. Ну, так вот, прежде чем купить себе хороший автомобиль, такие косяки у меня возникают. Пока ты ее найдешь, пока смотришь, пока определяешься. И в результате ты покупаешь машину. Но, и, кстати, не сильно за дешево. Потому что хороший автомобиль в нормальном состоянии дешево не стоит. Но недавно я чуть-чуть удивился. Понимаете? Я пришел на улицу Советскую, 160. Два. Примерно там я находился. И при мне человек отдал два автомобиля, Volkswagen Passat, причем в кузове B4, за 15 тысяч рублей в авторазбор у меня были вот такие громадные шары. Я так и не понял. Зачем? Зачем? Почему ты об этом раньше сказал? Машины были с ПТ, он просто отдал их в авторазбор. Клево, клево. То есть, я не понимаю. Можно было бы такую себе машину взять. Я знаю, что это за машина. Она ездит изумительно. И она еще будет ездить очень долго. Ну да ладно. То есть, представляете, да? Я машины ищу, а они машины сдают. Клево. Клево и не сильно хорошо. То бишь, мы не будем говорить о том, что авторазборы это не есть хорошо. Почему нет? Это их не бизнес. Они покупают машины. Они их разбирают и продают. При этом, как правило, они хорошо живут. И, как правило, если что-то и случилось, самые нехорошие детали, они, естественно, металлолом. А самые хорошие детали продаются вам. При этом, цена вопроса. Так вот, ну, чтобы было понятно, да? Когда я покупал запасные части на своего Ниссана Авиера, я себе купил целиком две гранаты, внутреннюю и наружнюю. По какой цене? По 1400 рублей. Я думаю, что вы и здесь себе возьмете запасные части, но не на всех японцев, навороченных. Это, конечно, то, что я брал с Новосибирска. А все, что двигается в Российской Федерации, в 85% случаев, оно находится здесь, на улице Кринкарной, 22. Чем хорош авторазбор? Тем, что вы, работая прежде всего своими руками, разбираете малость ушатанную машину. Взять, к примеру, перевертыш. Ну, редко, когда машина полностью отмусоренная. Человек, получив страховку по каско, покупает новую машину, а старую куда? Правильнее. На авторазбор. Там и денег дадут больше, и, по сути, заплатив сумму больше, он может и другую машину взять. И эту машину не станет гнать в утиль. Почему такое делается? Потому что мы потихонечку разбираем и продаем, давая заработать и себе, и давая возможность покупателям взять оригинал по цене в 2, а то и в 5 раз дешевле. А вот теперь о том, с кем у нас будет то разговор. Естественно, с покупателями. Мне вот интересно, почему вы сюда приезжаете? Почему вы не пошли там, где есть запасные... Таких контор в городе много, представляете? Я вот общаюсь с ними вообще. Просто-напросто потому, что я вот здесь живу, в 300 метрах. Мне отсюда ближе. Заехал, сказали, по заказу привезем новую деталь. Ну, почему бы нет? На второй этаж и новая деталь, да? А возникал ли у вас такой вопрос? Если бы, допустим, бушную деталь взять? Разборно. Если бы она была в хорошем состоянии. Просто-напросто в наличии нет. Просто не было в наличии, да? Но ценники, в принципе, вас не сильно удивили? Да нормальные. Ну, что? Нормальные ценники пришли на второй этаж и заказали. Нормальная цена. Сказали, два дня и привезем. Вот и все. Какая проблема-то? Где-то там оригинально заказывать в три раза дороже, но так же заказывать, так же привезут, но дороже. Поэтому... Ну, во-первых, я бы вам сказал большое спасибо. Потому что судьба нас свела, и мы вместе познакомились в 98-м году. Как раз я тогда купил свою первую иномарку. К сожалению, мама у меня не умела ездить на иномарке и каким-то образом надавила на педаль тормоза. И в результате другая машина в нее закатилась. Куда бы я свою машину бы отдал? Я отдал ее в вашу мастерскую. Но сегодня я вижу, что вы приехали вот на этот замечательный сервис, где в действительности можно купить вещи недорогие и, кстати, качественные. И, кстати, это оригинальные вещи. Да, в принципе, я с вами полностью согласен. На этом сервисе всегда берем запчасти. Запчасти очень хорошего качества. Тем более, ребята всегда дают гарантию. Если что-то не так, всегда возвращаем, обменивают. Ну, как бы, достойно все. То есть мы можем говорить, что не надо говорить про авторазбор. В данном случае авторазбора как такового не существует. Просто, ну, были такие вещи, которые, ну... Или человек, допустим, получил каску, да? Просто машину отдал сюда. Получил прибыль, естественно, большую, чем он бы это все дело бы отдал. И это ему хорошо? Ну, конечно. С другой стороны, из его машины продаются нормальные запчасти, которые не там дубликат, а только оригинал. Достойного качества. Мы не будем говорить, что это какие-то космические деньги стоит. Совершенно верно. Потому что будут запчасти, как правило, всегда в два раза дешевле, чем новые, оригинал. Но ездить-то не могут и столько же? Конечно, конечно. Здесь можно намного дешевле взять запчасти, чем в других магазинах. По сути, здесь... Я сколько раз здесь приезжал, здесь много раз, и запчасти покупал намного дешевле, чем в других магазинах. То есть здесь даже оригинал запчасти. Про оригинал мы тоже будем говорить? По сути, события это все оригинальные запчасти. Все оригинальные запчасти, которые вы видите на машинах, это все оригинал. Вот, допустим, здесь дверь стоит 10 тысяч, оригинал. В магазине она будет китайская, 1012 будет стоить. Я лучше куплю оригинал бэушную, чем новую китайскую за 12-13 тысяч. Ну еще мы не говорим про Китай, допустим, там же есть другой Китай, то есть Тайвань, допустим, да? Да, есть. Здесь тоже много есть. Здесь на втором этаже, как магазин, новые запчасти здесь есть. Бэушные, какие надо, по каким ценам. Все есть. Да, здесь все есть. Давай все-таки определимся, почему мы берем бэушные запасные части? Дешевле? Ну, во-первых, дешевле. Смотря какие они бэушные, еще же должен он как бы скидку сделать, во-первых, 50%, правильно? А не как она заводская стоит. Вот поэтому как бы все равно дешевле. В любом случае берем бэушные запасные части, потому что какой смысл брать новую? Конечно. И в некотором случае, то есть если у вас новая машина, вы хотите что-то взять, да? Это отдельная тема. А допустим, вот привода висят, да? То есть они по цене вообще копейки стоят? Ну да. Насколько это хорошо, когда у нас в городе все-таки есть замечательный магазин бэушных запасных щитей? Ну как же не хорошо, конечно хорошо. То есть мы говорим, что мы приехали, во-первых, это самое старое место, если честно. Ну одно из старых. И запасные части. Вот это что. Потому что за вашей спиной, везде, всюду я вижу нормальные запасные части. Ну что-то ударено было, но мордочки абсолютно нормальные. Кроме все прочего, за вашей спиной я вижу машину, которая уже была перевернута. Ее же так же можно установить? Эту, конечно. Можно же сделать, да? Естественно, да, кто умеет. То есть цена опроса будет немножко не такая, как будто мы сейчас представляем, новую машину только купишь, да? Да, конечно, хороших денег стоит. А здесь можно и подешевле взять? Ну, гораздо, да. Гораздо. Это вкусно. Ну, наверное, да. Вы пришли куда? Вроде бы автомобильная разборка, да? Да, автомобильный разбор. А почему вы сюда пришли? Ну, потому что мне понравилось большое наличие, наличие ассортиментов. Нужных запчастей. То есть он есть здесь? Реально есть здесь запасные части? Да, есть. Кстати, эти все, по-моему, все-таки оригинальные запасные части? Да, оригинальные. Даже под заказ можно. Еще и не дешевле получается? Я вот заказал, пять дней, пять-шесть. Новую заказали на втором этаже? Да, да, да. И приходят запчасти. Вот это вообще супер, да? Когда не только разборка, а когда еще и второй этаж есть замечательный. Да, мне нравится. Я сюда уже не первый раз обращаюсь. Вот как-то так и получается. Просто здесь грамотный оригинал. Он едет в разы дольше отечественных автомобильных запчастей. И почему это возможно? Потому что все это дело разобрали. То есть была машина, немножко разобрали. И берем и скупаем оригинал. Затем все восстанавливаем до идеала. А можно же и себе целиком машину сделать. И это к слову о вазах, газах и прочей фигне. К слову о том, что все так же и продается. То есть у нас ваз в ипостасях продолжает ездить. Вот только корочки он сменил. Типа Веста, типа Дацун, типа Фекалина. Все, что можно, осталось от ваза со всеми его приколюхами. Я лично сторонник чисто Японии или Германии, или Штаты, подавай. Ну или Корею. Все у них есть. И пока оно у нас не делается. Будем надеяться, что того не будет и в дальнейшем. А теперь, что касаемо Магнитогорска. У нас есть авторазбор. Замечательный. Мы здесь покупаем либо немножко ушатанную машину, либо бэушные детали. Или, может быть, купить новые детали. Потому что есть второй этаж. А вот на втором этаже и есть новые детали. А вы-то не знали. А, есть такое место. Авторазбор 999 на клинкерной 22. А вот вы понимаете, да, куда мы приехали, какие запчасти вы себе ставите. Как и я, вы себе ставите запасные части. Бэушные. А что в этом, собственно говоря, плохого-то? Исключительный оригинал. Ставится, и вы дальше продолжаете ездить. Никаких проблем. Или вы думаете, что нет запасных частей коцаных? Да, есть везде коцаные запасные части. И на Западе в том числе. Понимаете? Надо еще слишком сильно подумать, какие запасные части вы можете себе купить. Я лично себе как-то купил в Америке на ebay запасную часть. Но это было не есть правило. То есть, я так же ошибаюсь. Поверьте мне. Вы что думаете, о какой-то крутой? Да нет, такой же. Как и вы все. И в отличие от вас, я сейчас езжу на машине запчасти, которую я беру в БУ. Ну да ладно. То есть, запасные части БУ, качественные, они здесь. На улице Клинкленной, 22. Кроме всего прочего, вы здесь можете также взять себе новые лобовые стекла. Кроме всего прочего, когда машина бьется. Ну, я еще не видел машины. В смысле, я видел машины на Копарте. Американские такие машины. Форды Тауэрс смотрел. Они в лохмотье превращены. Но люди оттуда выходят в нормальном состоянии. То есть, это реальные машины. Вот те в никаком состоянии. В остальном же, ну, что-то покоцалось. Ну и все. Все остальное же можно взять от старого автомобиля и поставить себе на новый. Перекрасите и дальше будете все кататься. То есть, у вас сейчас не возникает вопроса, где все делал купить. Потому что у вас есть авторазбор на улице Клинкленной, 22.